Уважаемые братья, Всевышний Аллах, когда упомянул свои месяца в Куране, сказал Всевышний Аллах сказал, поистине количество месяцев у Аллаха, 12 с того момента, как Он сотворил небеса и землю. И из этих 12 месяцев есть 4 запретных месяца. Это месяц Зуль-Ка'да, Зуль-Хиджа, Мухаррам, который сейчас мы в этом месте находимся, который начинается новый год по лунному календарю, сейчас 1040-1045 год, сегодня третий день Мухаррама и месяц Рожаб. Эти запретные месяца, Аллах Субхану Ва Та'ала их выделил отдельно в Куране, и посланник Аллах Саллаху Али Салям выделил их в Сунне. И у каждого этого месяца есть мазая, есть достоинства, достопримечательства. И, как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, самый лучший месяц для поста после месяца Рамадан, это месяц Аллаха, именно не просто месяц Аллаха, так он обозначен в хадисе, месяц Мухаррам. И посланник Аллаху алейхи вассалям много постился в этот месяц. Когда он сделал хиджру в Медину, застал там иудеи, кланы, иудейские кланы, вы знаете, как Бану Кайнукаа, Бану Надыр, Бану Курайда, и увидел то, что они в этот день постятся. Тогда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, какая причина, почему вы поститесь в этот день? На что они ответили, То есть 10-й день месяца Мухаррама, это день Ашура. Сегодня третий день, в следующую пятницу будет 10-й день месяца Мухаррама, день Ашура. В этот день иудеи постились. И когда спросил, почему вы этот день поститесь, на что иудеи ответили, в этот день Аллаху алейхи вассалям спас Мусу алейхи вассалям и его народ и уничтожил фараона и его народ. И мы в этот день постимся, благодарим Аллаха, субхану алейхи вассалям, за это. На что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, поистине у нас больше прав на Мусу, алейхи вассалям, нежели у вас. И он тогда повелел своему народу, сахабам, поститься тоже в этот день и сказал, Если я доживу до следующего года, то буду поститься 9 и 10 день. В этот день, великий день, Аллаху алейхи вассалям спас Мусу алейхи вассалям и его народ, уничтожил фараона и его народ. Давайте вспомним, как Аллаху алейхи вассалям спас Мусу алейхи вассалям. Аллаху алейхи вассалям спас Бану Исраиль. Кто такой Баню Исраиль? Кто такой Исраиль? Какая же история фараона с Баню Исраиль? И какая история Муса, алейсалям, с фараоном? Исраиль, это Якуб, алейсалям. Исраиль, Якуб, алейсалям, переводится как Абдуллах, Раб Аллаха. Жили Якуб, алейсалям, на территории Палестины. И потом, вы знаете историю Юсуфа, алейсалям, когда его братья приверновали к отцу, выбросили его в колодец. Потом его купили, продали за ничтоженную сумму и так далее. Потом его посадили в тюрьму. И когда он вышел из тюрьмы, Юсуф, алейсалям, его взял к себе правитель. И тогда он был ответственен за все богатства Египта, Мюсра. То есть Юсуф, алейсалям, таким образом попал в Египет. У него, у Юсуфа, алейсалям, было джа, у него было высокое положение в обществе. Также он был ответственен за все богатства Египта. Потом, когда пришли братья Юсуф, алейсалям, Юсуф, алейсалям, сказал им, приведите всю свою семью. Тогда пришел Якуб, алейсалям, братья Юсуф, алейсалям. Таким образом они стали жить в Египте, в Бану Исраиль. И стали большой группой людей, у них были там дома, в Египте были свои мазари, были сады, ремесло. Таким образом, много лет Бану Исраиль жили в Египте. Во время Юсуфа, алейсалям, не было притеснения. Во время Юсуфа, алейсалям, не было фараона. Много лет так они жили. Потом, через десятки лет, появляется фараон. Фараон, он что? Он себя возвысил, посчитал себя Богом, посчитал себя тем, кому должны люди поклоняться, и говорил, алейсалям, мульку мюсара, не мне ли принадлежит власть Египта? Посмотрите на эти реки, которые протекают под моими ногами. Потом он сказал, я не знаю для вас иного Господа помимо себя. То есть заставлял людей поклоняться ему. Фараон видит сон. В один день видит сон то, что то, что в один прекрасный день его власть уничтожится и заберет его власть один из людей из Баню Исраиль, который еще не родился. Тогда фараон приказал убивать каждого новорожденного ребенка из Баню Исраиля. Люди, приближенные к фараону, сказали то, что Баню Исраиль, у них есть ремесло, мы нуждаемся в их рабочей силе, у них есть производство. Тогда решили в один год убивать детей новорожденных, в другой год оставлять. Харун, алейсалям, родился в тот год, когда оставляли детей, когда они убивали. Мусе, алейсалям, родился в тот год, когда приносили в жертву детей. И тогда мама, когда каждый раз гонцы выходили искать, кто же родился новый из Баню Исраиль, мама Муса, алейсалям, напугалась за него. И Аллах, субхану ва Тааля, внушил ей в сердце. И вот этот аят, уважаемые братья, является из му'рзизатин Кур'ан, из чудес Кур'ана. Аллах, субхану ва Тааля, в этом аяте, в одном маленьком аяте, Аллах, субхану ва Тааля, есть два приказа, два запрета и два обещания. Субхану ва Тааля говорит, Аллах, субхану ва Тааля, внушили маме Мусе, первый приказ, накорми его грудью. И когда, если ты напугаешься за него, то есть мама Муса, алейсалям, что делала? Кормила Мусу, алейсалям, своей грудью, и потом, когда приходили гонцы, она выклала его в сундук, этот сундук был привязан на веревку, и этот сундук она ставила в реку, тогда не видели. Когда они уходили, она обратно оттянула эту веревку, брала его и кормила его. Аллах, субхану ва Тааля, говорит, накорми его своей грудью. Если ты боишься, когда будут приходить гонцы, положи его в сундук, второй приказ, потом два запрета. И не печалься. Два запрета. Бояться и печалиться. И два обещания. Мы вернем его тебе. Второе обещание. И сделаем его из числа посланников. Субхану ва Тааля. Это Кур'ан, братья мои, субхану ва Тааля. Пророку Мухаммаду, который не мог читать, не мог писать, Аллах не спослал такие аяты. И тогда, субхану ва Тааля, мучерики говорили то, что он его придумал. И Аллах, в поддержку Пророка, субхану ва Тааля, говорит, они говорят то, что ты его придумал. Скажи им, ответь, Мухаммад, если я придумал Кур'ан, то вы постарайтесь. О, поэты. Сколько было поэтов во время посланника Аллаха, саллаху алейкум ва салям. Вообще арабы, крестноречивый народ. Знаете, сколько слов? Там в английском языке 300, 250, 300 тысяч слов. В русском языке сколько слов? Плюс-минус, в французском тоже. В арабском языке 12 миллионов слов. Красноречивый, богатый язык. И, субхану ва Тааля, Аллах, субхану ва Тааля, послал чудо пророка Мухаммада, саллаху алейкум ва Тааля, и говорит, то есть даже такая сура есть, поэты, шуара. Аллах, субхану ва Тааля, говорит, скажи, Мухаммад, если я придумал, то вы придумайте подобно Кур'ану хотя бы одну суру, и просите при этом помощи, у кого пожелаете, у своих идолов. Но так, на сегодняшний день, за 14 веков, так этого не случилось. Невозможно придумать, потому что это не слово человека, не придумано. Это откровение, слово речи Всевышнего Аллаха, субхану ва Тааля. И в один момент, она его, когда отпустила этот сундук, табуть, веревка оборвалась. Оборвалась и поплыла по реке, по течению, и остановилась возле дома фараона. Когда жена Фераона увидела, сказала, то есть обрадовалась. Это, субхану ва Ла, ребенок радует мои очи, наши глаза, твои глаза, Фераон. Не убивай его. Может быть, он нам поможет, или мы возьмем его в качестве ребенка, сына. И таким образом, Мусс, алейсалям, начал воспитываться в доме фараона Фераона. Еще не зная, что он будет пророком. Фараон не знал, что он придет, вернется к нему с тухидом, с единобожием. Но фараон его не любил. Почему? Потому что видел, как он часто обращался к Баню Исраиле, помогал Баню Исраиле, с ними часто ходил. И в один момент, Мусс, алейсалям, когда подрос, вышел днем, ходил по городу, днем, когда был дневной сон. Увидел двух мужчин, двух людей, которые враждовали между собой. Один другого бьет. Один был из Баню Исраил, а другой был из Ахлю Мусср, то есть был египтянином, коренным египтянином. То есть суть в чем была? То, что тот из Баню Исраил работал у себя в саду, и этот подошел к нему и сказал, оставь свои дела в своем саду, то есть с высокомерием, оставь свои дела и давай у меня работы. Тот отказался и начал его бить. Тогда этот из Баню Исраиля просился к Муссу за помощью. И тогда Мусс его оттолкнул чуть-чуть, и он упал и умер. Он непреднамеренно его убил. Тут же Мусс сказал, это из дел шайтана. Шайтан он враг, явный враг. Тут же попросил прощения. Он просил, Аллах, прости меня. И Аллах, Субхану Алисалям, простил его. После этого Мусс знал, что фараон просто так это не оставит. И он покидал территорию Египта и пошел в сторону Шама, Мадьян. В Мадьяне он пробыл 10 лет. Там его история, то, что он женился там, работал. И Аллах, Субхану Ата'аля, внушил ему рисаля. Аллах, Субхану Алисалям, в сердце Муса, Алисалям, внушил пророчество, послание. И тогда Аллах, Субхану Алисалям, обращается к Муссу Алисалям и Харуну и говорит, Идите к фараону, он ослушался. Субхану Алисалям, Мусс, Алисалям, знает, кто такой фараон. Мусс, Алисалям, знает, какой он тиран, какой он притеснитель. И тогда у него было некое волнение в сердце. Это нормально по отношению к человеку. На что он сказал то, что Идите к Факула И смотрите, Аллах, Субхану Алисалям, как говорит, даже к фараону, тот, который сказал, Я ваш великий Господь, скажите ему мягкое слово, не жесткое, мягкое слово. И это из-за То, кто каждый из вас призывает к Аллаху, своим ахлякам, своим гылкам, своим словам, он не должен переходить на эмоции, а должен руководствоваться Кураном и Сунной. И что Аллах, Субхану Алисалям, говорит даже тому, который сказал, Я ваш великий Господь, скажите ему мягкое слово. Может быть, он опомнится или станет богобоязненным. Тогда что Мусс, Алисалям, напугался и что сказал, Я боюсь то, что они меня убьют. То есть Я боюсь, что они меня убьют и так далее. Но смотрите, что Аллах, Субхану Алисалям, дает ему поддержку. Говорит, Нет, не бойся. Я вместе с тобой, вместе с вами, я все вижу и все слышу. То есть поддержка, Субхану Алисалям. Представляете, братья мои, если, например, человек, например, боится, например, зайти в какой-то, например, скажем, в бизнес какой-то. И человек, который с опытом, с финансовым, с мудростью, говорит, Не бойся, я тебя поддержу. Я все, я буду рядом. Или папа, сыну, когда он боится что-то сделать, садится на велосипед. Каждый из нас, когда боялись. Папа нас держал, Субхану Алисалям, не бойся, я тебя поддержу, сынок. Сразу тебе дают что? Дает, то есть, уверенность. Аллах, Субхану Алисалям, говорит, Не бойся, Муса. Я вместе с вами, я все вижу и все слышу. Приходит он в дом фараона через 10 лет. Уже это не тот Муса, Алисалям, который был до этого. Это не тот Муса, который был до этого. Возрослел еще больше Муса, Алисалям. У него прибыли знания, хибра, опыт, мудрость, общение с разными видными людьми. И при всем этом, выше всего, он вернулся посланником. И тут фараон начал над ним издеваться. Мы тебя не воспитали ребенком, не мы ли тебя воспитали ребенком, и ты у нас долго жил, то есть в моем дворце. И ты сделал то преступление, которое ты сделал, и скрылся, покидал. На что Муса Алисалям сказал, Я сделал это преступление, но я, значит, в этот момент, я был из числа заблудших людей. Я не хотел его специально убить. Это произошло по ошибке и так далее. Но потом Муса Алисалям ему отвечает и говорит, О, фараон, ты хочешь мне на это поставить свои действия? Ты забыл, что ты делаешь? Ты хочешь мне противоречить то, что я по ошибке убил человека, просил Аллаха прощения? И этот человек был притеснителем. Он избивал другого человека, заставлял его поклоняться ему, работать у него. И ты против всего этого хочешь припоставить то, что ты заставил Баню Исраил поклоняться тебе, убивал тысячи и тысячи детей, оставил вдовами женщин. Сколько ты заставил тебе поклоняться, убивал людей, и ты против этого хочешь противовесник и мне сделать? В этот момент фараон начал с ним вести диалог. Уважаемые братья, прослушайте этот диалог, потому что Аллах, когда сохраняет диалоги, не просто так. Тогда фараон начал обращаться. Фараон сказал, кто такой Господь миров? Господь миров. То есть, как бы с издевательством. Я не знаю такого. Я Господь миров. Он тебя так... Я ваш великий Господь. Кто такой Господь миров? На что Мусс, алейсалям, отвечает. «Каля рамму с самавати вал аради ва ма байна хума ин кунтум му кинин». Аллах, Субханава Талли, Господь, небес, земли. Ему приближит все, что между небесами и землей. Неужто вы не веруете? Если вы задумаетесь, если вы будете убеждены. После этого фараон опять с издевательством говорит, «Каля ли ман хаулаху, а ла тастамиун». Повернулся к тем, кто рядом с ним. Слышите, что он говорит? Не слышите его слова к издевательству, с насмешкой? Мусс, алейсалям, продолжает и говорит, «Каля рамбукум, арамбу абайикуму лавалин». Он ваш Господь, Фераон, и ваших предких, ваших отцов. После этого фараон опять издевается и говорит, «Каля инна Расуля, куму ладзи урселя илейкум ламаджнун». Поистине, это послание, которое послал вам, он сумасшедший. Мусс продолжает и говорит, «Каля раббу л-машрики вал-магриби ва ма байнаху ма ин кунтюм тя'килун». Он Господь Востока и Запада. И все, что между этим, прежде всего, только Аллаху, неужто вы не разумеете. Мои любимые братья, самое лучшее знание, которое Аллах может даровать рабу своему, это наарифату биллях, это знание об Аллахе, субхану ва теаля. Аллах в Коране говорит, «Могут ли быть одинаковые знающие и незнанщие?» Знающие, в аяте, это не те люди, которые могут читать и могут писать. Пророк саллах не мог читать, не мог писать. Незнающие люди, это не те, которые не получили диплом о высшем образовании. Да, диплом тебе поможет устроиться на работу в этой дуне и так далее. Но истинные знания это не эти, а знания это об Аллахе, субхану ва теаля. И самое лучшее знание самое лучшее знание это те знания, которые тебе дают богобоязненность, набожность. Это то, с чем приходили пророки, посланники. В каждую из общин Всевышний Аллах, субхану ва теаля, я посылал посланника из числа людей с призывом поклоняйтесь только Аллаху и отдаляйтесь от поклонения идолов. То, что человек сам обождествил помимо Аллаха, субхану ва теаля. Не дошли эти аяты до фараона, начал просить знамения. Ая, покажи мне. Тогда Тогда Муса, алей-салям, поднял руку, в тавсире говорится, он положил ее рядом с груди, рядом к карману. В другом тавсире говорится, рядом сюда к карману. И она стала белая, светиться. Муса, алей-салям, сам был темнокожим. И вдруг она резко, рука становится белой. Кинул свой посох, мою палочку, она превратилась в змею. Тем самым, Муса, алей-салям, что хочет показать, что вот знамение. Не может никто помимо Аллаха, субхану ва теаля, если я темнокожий, в эту же секунду, чтобы моя рука была светлой. Никто не может, помимо Аллаха, субхану ва теаля, палочку, этот посох превратить в змею. Тогда что фараон опять же ослушался и сказал, поистине, это великий, известный колдун. И тогда он собрал всех колдунов. Тысячи колдунов пришли с разных мест. Фараина, вот эти, которые были самые сильные колдовства во время фараона. И тогда, перед тем, как они начали некий диспут с Муса, алей-салям, спросили, если мы победим Моисея, Муса, алей-салям, нам будет ли какое-то вознаграждение за это? Тогда он сказал, да, вы будете приближенными ко мне, приближенными людьми. Тогда они сказали, Муса, алей-салям, ты бросай, или мы начнем. Муса, алей-салям, сказал, кидайте. У них были посохи, тысяча колдунов, были посохи, и к посохам была привязана веревка. Ихни веревки и их посохи. И они вот так вот своим посохом били по земле, и казалось, как будто веревка ползет, превращается в змею. Это не по-настоящему превращается, а как будто казалось сихру л-хияли, то есть показалось им. Им показалось от их колдовства, как будто это превратили в змеи. Но это не настоящие змеи, не превратили в змеи. Аллах бывает один раз, когда я, помню, ехал по трассе еще в 2006 году, и Саудас-Карави на машине остановился, и когда в Турции один мне турок говорит, мне деньги дают, например, там стоит моя услуга 600 риалов. Мне дают 500 риалов, и я еще сдачу даю. То есть кажется, как будто мне больше давали. Вот такое бывает, сихра л-хияли используется. И тогда, что Муса, алейсалам, Аллах приказит ему, говорит, брось то, что у тебя в правой руке, свою маленькую, Муса, алейсалам, был маленький посох, и она проглотит все, что они сделали. Поистине, это было колдовство, и никогда колдун не преуспеет. Тогда Муса, алейсалам, кинул свой маленький посох, и этот маленький посох превращается в настоящую уже змею, братья. Не показалось, в настоящую змею маленькая змейка начинает пожирать тысячи, тысячи, тысячи вот этих посохов и веревок. То есть это же еще куда-то должно выйти, и все. Тогда что? Сахара. Колдуны поняли, что сказали. Фаулкия сахарату саджидин. Калю аменнаби раббил ааламин, рабби Муса ва Харуна. Тогда колдуны, они уверовали, сделали паленит, сделали саджда, и сказали, мы уверовали Господа миров, Господа Муса алейсалам и Харуна. Это не колдовство. Мы самые сильнейшие колдуны, но это не колдовство. Какой бы ты колдун не был, какой бы у тебя там, так скажем, фокус не был, колдовство, Субханаллах, ну, тебе не справиться. Это му'джиза амин Аллах, это ая амин Аллах, Субханаллах. И тогда, когда они поленец, фараон возмутился и сказал, вы уверовали перед тем, как я вам разрешил. Я, фараон, смотрите, тугьян, смотрите, какое высокомерие, отдаление от Аллаха, Субханаллах, даже иман. Фараон, у тебя нужно спрашивать разрешение, принять нам веру в Аллах или нет. И потом фараон опять начал издеваться и сказал, что этот сговор ваш был. Вы договорились, фараон говорит, для того, чтобы свою вот эту хитрость провести здесь, чтобы вывести селение Египта из своих земель. Вы узнаете, тогда он говорит, поистине, я отрублю вам руки, ноги наискосок, я повешу вас на стволы пальм, и тогда вы узнаете, кто из нас более сильнее в наказании. И всех фараонов этих колдунов убил, зарезал. Ибн Аббаса, ибн Аббаса, ибн Аббаса, ибн Аббаса говорит, ибн Аббаса, сказал им, то есть скрыто молитесь, в домах, пускай будут ваши дома, место для поклонения. И там они скрыто молились, Муссу, алейсалям, призывал к Аллаху, к Таухиду, к Единобожу, несколько лет. Потом в один момент фараон со своей элитой собрался и хотел полностью за одну ночь уничтожить Муссу, алейсалям, и его народ, Бану Исраил. На что он сказал, фараон сказал, собрал свои элиты и сказал, это всего лишь малая кучка, вот так он обозвался, издевательный, малая кучка людей, поистине они нас разгневили и мы должны быть осторожны, мы должны принять какие-то решения по отношению к ним, бдительными, насторожиться. И тогда Аллах внушил Муссу, алейсалям, в сердце, чтобы он ночью вместе с Бану Исраил собрал всех мужчин, женщин, детей, покидал территорию Египта. То есть Аллах внушил это, собери Бану Исраил, моих рабов, убегайте, покидайте Миср, поистине фараон за вами сейчас вас преследует. И оставь море расколотым, поистине они, я их, это то войско, которое я сегодня утоплю. Муссу, алейсалям, собрал Бану Исраил, детей, женщин, мужчин. И когда дошли они перед морем, море было закрыто. И тогда опять те, кто были вместе с Муссом, алейсалям, засомневались, напугались и сказали, инна ламудракун. Поистине фараон нас догоняет, то есть мы все, мы уничтожены будем, перед нами море, или мы утопим в море, или фараон нас со своим войском достигнет и убьет. Но Мусс, алейсалям, кана азим ма'рифатим биллах. Мусс, алейсалям, хорошо знал, кто такой Аллах, субханан и алейсалям. Мусс, алейсалям, знал, что Аллах никогда не нарушает свое обещание. Тогда Мусс, алейсалям, сказал, нет, не бойтесь, инна ма'и рабби саяхдин. Поистине со мной мой Господь, который укажет нам на путь. Тогда Аллах, субханан приказал, Мусс, алейсалям, ударь своим посохом по морю. И тогда раскололось море и каждая вода из моря стала подобной сильным, высоким гором превратилась в горы. И в этом море было 12 путей. Тогда Мусс, алейсалям, побежал и начал встречать Бану Исраиль. Стоял рядом, пробегайте, пробегайте, пробегайте. Детей, долго они так бежали. После этого было Красное море в сторону Щарка, в сторону Востока они пошли. Между этим морем скала, после скалы следующий берег. Они пробегают и когда забрались на гору, Аллах, субханан говорит, мы оставим море открытым. Чтобы был сухопутный путь, поистине я сегодня утоплю. То есть, если бы Аллах, после того, как Мусс, алейсалям, пробежал бы с Бану Исраиль, закрыл бы море, фараон бы остановился и все. Но Аллах, субханан хочет наказать фараона. И потом, когда побежал фараон и достиг середины моря, вот эти большие горы из моря начали обратно закрываться и волны начало бросать фараона. В этот момент фараон начал говорить «Амэнт». Когда его постигла волна, он начал тонуть, он начал говорить «Амэнт». Я уверовал то, что нету иного Господа, помимо того, в кого уверовали Бану Исраиль, и я из тех, кто покорился тебе. Аллах, субханан отвечает и говорит «Ал-Ана только сейчас, о фараон, только сейчас ты уверовал, о фараон, где твой иман, когда ты людей заставлялся поклоняться тебе? Айна иман, когда ты оставлял женщин вдовами, когда ты убивал детей, невинных детей? Айна иманюк, где твой иман, когда Муса приходил к себе с вдовами, таухида, единобожие, и ты над ним издевался? Айна иманюк, где твой иман, когда ты, когда даже колдуны уверовались, полениц, ты сказал, вы должны просить у меня разрешения, чтобы принять иман и убил их? Где твой иман в тот момент? Где твой иман? И ты 400 лет, 400 лет фараон был у власти, был тагиятан, мутакаббиран, мутажаббиран, ты был притеснителем, ты был высокомерным, где твой иман? Айна, айна сейчас иман твой, фараон? Когда тебя никто не может, сейчас только ты понял, что ты слабый раб Аллаха, сейчас только ты понял, что ты не можешь себе даже, не то что людям, причинить ни пользы, ни вреда, сейчас тебе никто тебе не может помочь, кроме Аллаха, сейчас ты понял, фараон, что нету иного Господа помимо меня, в этот момент ты до этого слушался, 40 лет тебе приводил аяты, 40 лет, когда он сказал, 40 лет разные знамения приходили и так далее, с ним учился, Муса, алейсалям, он не уверовал, сейчас только уверовал, сегодня мы спасем твое тело, только тело, чтобы ты был знаменем для тех, кто придет после тебя. Баню Исраиль поднялись на гору, Муса, алейсалям, Баню Исраиль смотрит на фараона, как он ничтожный, какой он бессильный, как его волны, как игрушку туда-сюда бросают и Аллах не принимает его имя. Джабраиль, алейсалям, спускается с небес и говорит, я брал глину из моря и затыкал ему рот, когда он говорит, когда он говорит, ла иляхи ла, мислю к я фараон, культураб, подобно тебе фараон должен кушать грязь, чтобы Аллах не услышал, Аллах послышал, чтобы Аллах не принял твою шахаду. И в этот момент Муса, алейсалям, баниу Исраиля смотрят и говорят, а этот наш Господь, который говорил, а он, который убивал их детей, их сыновей, который резал, они смотрят, все вспоминают на глазах, а это наш Господь, он говорил, я ваш великий Господь, я не знаю для вас иного Господа помимо себя, это неужели этот Господь не может себе даже помочь, не то что людям и принести в этот момент. И Аллах, вот это событие, уважаемые, любимые братья, был в день Ашура, когда Аллах спас Муса, алейсалям, ибану Исраиль и уничтожил фараона и его каума, и никто не смог ему помочь. Продолжение следует...